Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня поговорим на такую простую тему, но достаточно актуальную, как курс валют, стоимость доллара, в каких ценах выгодно покупать доллар или все-таки может быть деньги держать в рублях. В комментариях часто встречаюсь с мнениями, что люди доллар не покупают, что он уже вырос и ждут коррекции до 70 рублей, 60 рублей, 50 рублей и планируют дождаться данной коррекции и уже тогда в доллар входить. Сегодня выскажу свое субъективное мнение на этот счет и кому-то, надеюсь, информация будет полезна. Недавно я говорил, что часть своих средств держу в облигациях, это те средства, которые потребуются выводить через какое-то время, через небольшой промежуток времени, через месяц, через три месяца. То есть в фондовый рынок вкладываться смысла нет, поскольку он волатилен, может просесть в момент необходимости вывода. В облигациях можно удерживать средства, они низковолатильные, соответственно, можно получать процент выше банковского депозита. Ну, я думаю, кто с облигациями работает в курсе этих, значит, в этой ситуации. И недавно продал свои облигации, купил доллары, поскольку имею, значит, определенные мотивы в отношении импульса, в отношении дальнейшего повышения курса доллара, снижения курса рубля. И хотел бы такое небольшое лирическое отступление. Мы часто говорим, что доллар растет, по телевизору говорят, доллар растет. Я бы хотел внести ясность в этот процесс, особенно для старого поколения, для взрослого поколения. Сам являюсь владельцем розничного бизнеса, и часто люди жалуются, что цены подорожали, что доллар опять вырос и так далее. То есть тут хотелось бы внести ясность, что не доллар вырос, а рубль упал. И вот такой график открыл не USD, а RUBUSD, противоположный. Обычно мы видим график восходящий, а на этом же графике мы видим, как рубль системно падает к доллару. Соответственно, тут прослеживается определенная нисходящая динамика, нисходящий тренд и так далее. И хотел бы еще защитить несколько доллар, что он не такой негодяй и постоянно растет к рублю. А рубль все-таки к нему падает. И привести данные по экономике Таиланда. Соответственно, тайский БАД недавно заинтересовался приобретением недвижимости в Таиланде. И помню еще с времен, когда я туда часто ездил отдыхать, недвижимость в Таиланде была достаточно дешевой. И в пересчете на рубль можно было вполне приобрести ее, было достаточно выгодно. Но был очень удивлен, насколько подорожала недвижимость в Таиланде. Потом посмотрел курсы и был, скажем, опечален тем фактом, что уже не так дешево стоит недвижимость в Таиланде. Поскольку, как вы видите, динамика российского рубля к тайскому БАДу, она примерно такая же, как и к доллару. То есть, опять же, здесь мы видим, что не доллар негодяй растет, а рубль падает к остальным валютам. И в том числе к тайскому БАДу, а экономика Таиланда, как вы знаете, она далеко не самая сильная. У них нет нефтяных вышек, они не являются крупнейшими поставщиками газа и так далее. То есть, в 2004 году за 1 рубль давали 1,4 БАД, а в настоящее время за 1 рубль всего 0,4 БАД. То есть, в разы упал рубль к тайскому БАДу. И, в общем-то, та же самая динамика идет с долларом и со многими другими валютами. Такое небольшое лирическое отступление в защиту доллара. Какие я вижу риски? Давайте откроем USD RUB. Привычный нам график, который часто смотрим. И здесь делал определенные отметки. То есть, здесь мы видим противоположную ситуацию. То есть, доллар растет. Вот вижу ближайшими целями вот эти две отметки. Сейчас приближу. То есть, первая отметка это 80 рублей за 1 доллар. И вторая отметка 82, 82,5. Примерно такой ценовой диапазон. Ожидаю в среднесрочной перспективе по паре рубль-доллар. Конечно, прогнозировать курс валют это дело такое, как гадание на кофейной гуще. Но, в общем-то, есть ряд факторов, которые говорят об ослаблении рубля и, соответственно, укреплении доллара. Первый из них это высокий курс по доллару. Он не выгоден России в настоящее время. Особенно, поскольку есть сложности бюджета. Дефицит бюджета. Экономика России подпитывается за счет доллара. То есть, нефтегазовые доходы, они в долларах идут, какой-либо экспорт он идет в долларах. Соответственно, выгодно получить государству деньги в долларах. А чтобы распределить их по нуждам внутри страны, это уже делается в рублях. И, соответственно, чем больше доллар стоит к рублю, тем выгоднее распределять эти деньги. То есть, на одну единицу доллара можно покрыть гораздо больше потребностей, чем визуально, по крайней мере, покрыть, чем при дешевом долларе. То есть, сейчас никому не выгоден низкий курс доллара. Там скупка, продажа, что те манипуляции, которые осуществляет Центробанк и так далее. То есть, сейчас России выгоден высокий курс доллара. Это первый момент. Второй момент – это риски экономики России и вывод средств с рынков. То есть, понятно, что сейчас экономика России находится не в лучшем состоянии. Сейчас есть дефицит бюджета. Есть определенные действия со стороны правительства, чтобы это дело снивелировать. Но при текущих ценах на нефть, на газ, имеем крайне негативную ситуацию. Очень существенный дефицит. И, в общем-то, кубышку придется распечатать. Соответственно, риски очень сильно возрастают. Также ситуация в Беларуси. Это мое, опять же, субъективное мнение. То есть, с рисковых рынков деньги, как вы знаете, выводят в первую очередь. И российский рынок, он является рисковым. Соответственно, сразу реакция идет на вывод с российского рынка и выход из российских бумаг. Бумаги торгуются в рублях. Соответственно, чтобы вывести деньги из России, нужно рубли, которые высвободились, поменять в доллары. Соответственно, это идет продажа рубля, покупка доллара. И мы, опять же, видим определенное влияние на курс. Также, я думаю, что многие инвесторы мыслят аналогично. И они свои деньги систематически в настоящее время переводят именно в доллары. То есть, рубль продают, доллар покупают. То есть, такая вот простая схема. Я надеюсь, что все это понимают. Но, тем не менее, хотелось это повторить. Значит, какие могут быть плюсы для экономики России? Плюсы для экономики России могут быть, если стоимость нефти вырастет. Давайте добавим сюда нефтяную котировку и посмотрим, стоимость бренда ради сравнения. И мы видим полную корреляцию, такую обратную. То есть, когда нефть дешевеет, доллар дорожает, соответственно, рубль падает и так далее. И вот, в общем-то, эта ситуация может длиться. Если произойдет такое, что нефть резко вырастет в цене, тогда, конечно, проследует некое укрепление рубля, снижение доллара. Но перспектива маловероятная. То есть, по моим собственным прогнозам, по моим предположениям, это произойдет не раньше, чем середина 2021 года. То есть, придется еще энное количество времени поддержать нефтяные компании, которые стоят сейчас дешево. Соответственно, и экономика России будет чувствовать себя достаточно сложно в условиях дефицита бюджета. И, соответственно, вот эта вот динамика, она еще продлится сюда на энное количество сантиметров. И нам нужно будет, вероятнее всего, наблюдать какой-то тренд. И этот тренд, по моему мнению, будет восходящий в плане доллара. Тут, я думаю, безусловно, никто не ожидает сейчас резкого подъема нефтяных котировок. Соответственно, мы тут по динамике пары USD-RUB не можем ожидать тоже ничего позитивного. То есть, перспектива на середину 2021 года, это мое субъективное мнение, до этого тренд будет восходящим. Есть хорошие уровни, это район 80-82, может быть выше. То есть, здесь корреляцию изучал более глубоко. Цен доллара, рубля и нефти. И уже пошла корреляция не то, что прямая, а уже с некоторыми отклонениями в пользу снижения дополнительного рубля. Поскольку к низким ценам на нефть прибавляются риски в плане самого государства. То есть, тяжело России, экономика сейчас испытывает сложности. Если рынок становится рисковым, согласитесь, это не разовый момент, когда живет государство, накапливает какие-то резервы, нефть падает на месяц, например. То есть, эта ситуация не воспринимается как некая рисковая. Но когда мы понимаем, что ситуация с нефтью уже затяжная, уже есть некоторые проблемы и, вероятнее всего, они будут в дальнейшем развиваться, тут уже накладывается совсем другая степень рисков на валюту государства и так далее. То есть, мы здесь видим, скажем, двойную комбинацию снижения котировок нефтяных и риски по экономике. Соответственно, вот две целевые цены, которые я наблюдаю. И в завершении хотел бы добавить, что доллар не стоит ждать, когда он упадет, когда окрепнет рубль. Моя стратегия и стратегия многих инвесторов – это покупка доллара, а точнее продажа рубля вне зависимости от котировок. То есть, был бы не доллар, был бы сильным евро, например, еврозона или Китай или еще что-то. То есть, тут смысл продать рубль, потому что он исторически падает ко всем валютам. Появились свободные средства, следует продажа рубля, приобретение иностранных активов. Это, опять же, не рекомендация, не призыв, но есть такая историческая динамика, с которой сложно поспорить. То есть, сейчас, да, конечно, курс доллара достаточно высок, но, тем не менее, он может обновлять свои максимумы, подходить к пикам и возможен пробой определенных уровней. То есть, тогда придется покупать уже доллар не за 78 рублей, а за 85, за 90 рублей. То есть, исторически такое случается. Напишите в комментариях, кто с таким сталкивался, или кто-то покупал выгодно, или кто-то ждал просадки доллара до 70 рублей, скажем, потом покупал за 78. Вот такая вот интересная ситуация, интересно ваше мнение. На этом, пожалуй, все. Как всегда, все полезные ссылки в описании. Всего доброго, удачи в инвестициях и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok